Всем привет, дорогие мои друзья! С вами, как всегда, я Зератул и с вами 13 серия прохождения игры под названием Total War 3 Царствие. Джан, Зян, легендарный уровень сложности. Мы продолжаем. Мы продолжаем и будем побеждать в самое что на есть в ближайшее время. Ну ты долго будешь разговаривать-то? А если будете ждать слишком долго, к врагу может подойти подкрепление. Да подошло уже там это подкрепление, еле выжили после этого подкрепления. Три армии разбомбили там у Гун Сань Цзани, никак не выживем. Но все-то натренделось. Ну таки вот, мы весьма успешно воюем с Гун Сань Цзанем, а это может значить лишь одно, что у нас все прекрасно. Ведь мы начинаем побеждать. Дальше мы достигаем новых должностей, достигаем должности налетчицы, царицы разбойников и пора становиться императрицей. Итак, погнали. Так, до тебя мы не добегаем, это я помню. Мы идем вот сюда, врубаем вот такой вот режим. Дальше кто-то чем-то недоволен. Чен И недоволен, желает более высокой должности. А не офигел ли ты, товарищ Чен И? Не, ну давай, конечно, я тебе дам какую-нибудь должность. За соточку есть что-нибудь? Вот, на. На тебе за соточку. Так, получена куча предметов. Мудрец-конфуцианец. Нам нужно отдать, закрыть вот этому челику. А он у него уже и есть. Собственно, тогда получается все вроде как. Мы укомплектованы, мы готовы и мы идем воевать. А ты у нас тут вот-вот добежишь до мародеров. Ну, слушайте, ну все тогда получается. Этой армией бежим вниз. Вот я что думаю, может быть мне вообще вот сюда пойти этой армии? Ну так, чисто по прикольчику, а что? Царство У не видно здесь вроде как. Оно вон куда-то направо побежало. Давай-ка, пожалуй, да. Давай-ка, пожалуй, да. Сходим сюда, захватим этот переход, захватим эти два перехода, придадим гунду, отвоюем весь этот угол и пойди попробуй меня убить тут будет. Так, в шофане у нас что? В шофане у нас все прекрасно. В увее у нас все прекрасно. В дзинчене у нас все отлично. Можно, кстати, это переделать на черный рынок. Раз тут у нас теперь сидит мега-надсмотрщик с хорошим общественным порядком. Можно вот это вот апнуть тоже еще, город. Ну а что, пусть будет, куда деньги-то девать? Так, вот тебя уже апать не будем. Тут общественный порядок минусуется. Из-за этого нас такое не устраивает. Ну и тут, соответственно, ничего не происходит. Все, ход заканчиваем. Ход заканчиваем. Вот эта армия должна похиляться, и мы таки должны отправиться вперед войной на гун Санцзани. Где мой тапочек? Вот мой тапочек. Да, я говорю с паузой. Потому что это, черт подери, важно делать паузы в предложениях. Ладно, хватит. Пьем чаечек. Вкусный. Вкусный чаечек с ромашкой. Итак, все узнают о Джанцзян. Вперед, ребятки, вперед. Я думаю, что мы выиграем эту кампанию за Джанцзян. По крайней мере, сейчас перспективы очень хорошие, если честно. Мы отжали очень хорошую территорию, ребят. И действительно, мы вначале там проигрывали, проигрывали. А сейчас как взяли, как начали выигрывать. Я думаю, что мы выполним все задания, которые нужно выполнить за Джанцзян. И я думаю, что пора уже заставить гунду перестать воевать с гун Санцзанем. Иначе гунду сейчас будет захватывать, короче, города, которые мне вообще-то нужны. Это мои города, ты слышишь? Это мои. Я в них раньше жил, алло. Блин, реально. Мародеры напали сами. Незначительное поражение. С чего бы оно незначительное-то? Из чего бы вообще поражение? Куча лучников. У нас что? Тяжелая пехота, всякие пехотинцы. Ну-ка, начинаем битву. Сейчас заодно мародеров этих быстренько ушатаем. Минус проблема будет. Но мародеры это реальная прям проблема. Да. Все, ты ничего не скажешь. Это реально проблема, потому что они тупо респятся. Ты тупо респится у меня на карте. Да, тупо респятся у меня на моей территории. Так, объединяем все войска. Тут у меня очень лютая конница. Вот. Вот так можно сделать, что надо. Не знаю зачем, но пусть будет. Идем вот так. И идем, наверное, вклиниваться. Что тут? Какие-то слабенькие войска. Но вот разве что грабители с Черной горы. Вот это вот ни разу не слабенько, да? Тут средний конец. Тут тяжелый конец. Вот это проблематично. Но лучников здесь просто мамма миа. Так, у тебя есть перк. У тебя есть перк. У тебя есть перк. Отлично. Сейчас просто жестко влетаем и шатаем всех. Просто тупо всех. Давай, 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 давай. Вперед, вперед, вперед. Клонение броня. 11 тысяч урона. Боевой дух. Я думаю, мы должны прям вклиниться в сердце. Во вражескую армию. В самое сердце вражеской армии. И просто ушатать всех. Они тут все сейчас побегут. Вот смотри, отвечаю. Отвечаю, побегут. Давай, 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 давай. Влетаем, влетаем. И сейчас как? Юзаем. Смотри, перк. Опа. Влетаем. Так, у тебя пока ничего. У тебя пока ничего. Блин, вы на медленных лошадях, что ли? Разве у вас не нормальные лошади? Да не, вроде нормальные. Вроде нормальные лошади, а что тогда все так плохо? Да-да. На наших соратников напали. Готовьтесь. Соберитесь с духом. Приготовиться. По атаку. Ждите сигнала. У меня конница бежит, но и у них отряды сбегают. Соберите ноги. К бою. К бою. Покажите свой гнев. По-моему, неплохо так пробежались. Правда, вот пару отрядов у меня мигают. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Один отрядик прям замигал окончательно. Трусливые псы. Угу. Трусливые псы. Два отряда замигало. А у тебя нету коня, да? Ну, елы-палы, ребятки. Что-то мы плохо начали, по-моему. Мне кажется, мы тут не растащим. Пощады не будет. Время пришло. Будет сделано. Давай, юзай перк. Ну, хоть с кем-нибудь уже начни воевать. Аллилуйя. Внимание. Надо, короче, было отправить своих ближних крестьян, короче, в бой. А я что-то тут решил повоевать так лайтовенько. Лайтовенько. Закрушите! Ждите сигнала! Слушайте, воины! Наши люди бегут! О! Не-не-не, давай это, давай заново. Я понял, ладно. Просто вклиниться в середину войска, это было глупо. Согласен. Мы должны делать все, чего потребует благо Китая. Давай, погнали. Давай, погнали. Благо Китая. Во благо Китая погнали. Нам нужно, короче, их подпустить к себе, пускай они к нам бегут. Ружьте же пламя и гнев на этих псов. Агрессивные незнакомцы. Следует... Приготовиться! Внимание! Готовьте! У нас очень медленная конница, как оказалось. Верите с духом! В твою! Просто чертовски медленная. Все, погнали. Пускай он идет к нам. Лучников сейчас выставит. Тут тяжелую конницу убьем, если что. Ага, он лучников уставляет именно на конницу, что ли? Ну, я уйду сейчас. Да? Что странное тут происходит, ребятки. У него лучников много. Надо их просто убить, да и все. Ну, они сейчас отстреливать начнут, да? Ну да, они сейчас начнут отстреливать. Фигонько. Ну, я предлагаю начать тогда с конницы. Убить конницу. Было бы неплохо даже начать с тяжелой конницы. Давай, минус. Минус армор делаем. Минус куча урона и просто убиваем их. Все, там отряд полностью сбежал. У нас тоже, правда, один отрядик убежал. Это печально. Мы таких трусов не любим. Не-не-не, их надо убить полностью, а то они же вернутся еще. Так, все. Минус отряд конницы. Минус очень много отрядов конницы. Теперь просто разворачиваемся. Двоечку отправляем в атаку. Конницу вот сюда ведем. И сейчас как в лучниках вот так косынкой. Вернее, наискосок, короче говоря. Влетаем. Влетаем. О, великие женерали. Женерали. Мы влетали. Мы влетали и мы женерали. Так, ну-ка. Чпоньк. Чпоньк. Давай, 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 давай. Не стесняемся, не стесняемся, товарищи конники. А ты что стоишь, кого ждешь? Ну-ка, воюй. Что там у нас с лучниками? Мы их всех ушатали? Так, конница сбежала, это печально. Да, такое иногда случается. Вот эту конницу отправляем вот сюда. Влетаем в этих лучников, короче. Вот так прям поперек всего войска. Что там по перкам у нас? Ну, есть какие-то перки, да, действительно. Что, у меня конница сбежала здесь, что ли? Однако, здравствуйте. Не поняла я. Не поняла я. Ну-ка, быстренько их в полное бегство обращаем, пожалуйста. Пожалуйста. Да, там немножечко копейщики сдрейфовали. Потому что против них более элитные войска сидят. Печально, но что поделать? Зато лучников мы всех просто урезали. Всех. Давай быстрее, быстрее. Чпоинкс. Минус отряд лучников. Надо самого генерала шлепнуть. Теперь пора. Наступило времечко. Времечко наступило. Идем сюда. Так, пора включать обычный режим. Так, убиваем. Блин, у меня отряды бегут. Да какого хрена? Что все так настолько плохо у меня? Ну, сейчас нужно в тыл и влетать. А что еще остается, ребят? Арбалетчиков добиваем и влетаем в тыл. Слушайте, воины. Приготовиться. Пошли. Живее, живее. А теперь бегом. К бою. Так. Маши люди бегут. Бесхребетные трусы. Влетаем. Кто бежит? Конница? Что-то конница у меня в итоге очень слабая получается. Вылетаем с ноги. Да, очень слабая и быстро устающая. Ну, вяленько, конечно. Смотри, они еле ползут. Еле ползут. Измотан, измотан. Ну, это не смешно так. Давай вперед. Влетаем. Хоба-пирк. 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 Цельтесь в ноги. Сдрейфили вражеские солдаты. Шатаем их, чтобы они не вернулись. Тяжелую пехоту с Ди нужно гонять прямо вот до Талова. Дай врага! Будет сделано! Ди! Время пришло! Будет сделано! Приготовиться! Вперед-вперед-вперед-вперед-вперед! Так, ну, чуточку здесь ускоряем. В полное бегство обратили. Вот этих вот тяжелых пехотинцев нужно точно обратить в полное бегство. Так, ты влетаешь. Наша победа все ближе! Угу. Тяжелую пехоту нужно прямо догонять. Тяжелую пехоту нужно прямо догонять. Тяжелую пехоту нужно прямо убивать. И вот по-хорошему их бы сейчас поубивать в таких масштабах, чтобы они прямо офигели. Но я так подозреваю, что у меня тут столько армии осталось, что в этом и смысла-то особо нет. Ладно, заканчиваем, заканчиваем, заканчиваем. Первая победа. К сожалению, это правда. К сожалению, это правда, но мы их победили. Это самое главное. Дальше-то нам нужно захватить поселение, и мы эту армию распустим и пересоберем ее на более нормальную. Однозначно нам нужен здесь страж, потому что эти войска какие-то слабенькие. Нанять-то тебя можно, великий стротек седьмого левела? Они просто сражались за свои убеждения. Фанни Ли Янь вступает в войну совместно с царством У. Как интересно. В скобочках нет. Джейн Жуй легкомыслие получила. Ай-яй-яй-яй-яй. Джейн Жуй. Возвращаемся в обычный режим. Так, добив... А-а-а! У меня войска были измотаны, потому что я был в режиме марша. А я-то думаю, чё не так? А я-то думаю, чё не так? Чё не так? Передаем полномочия. Чпоньк! Топориком ему прямо промеж глазок. Нанять тебя можно? Нельзя, да? То есть это такой... Женераль. Так, полевой хирург. Хорошо. Ну а теперь захватываем обратно нашу территорию. Окупируем, конечно. Чёрный рынок. Фракцию уничтожены. Мародёры. Короче, всё. Вот эта армия будет сидеть и дефать этих вонючих мародёров, потому что это уже не смешно. Это уже, чёрт подери, не смешно. Что нам нужно? Что нам нужно? Почему-то вот... Ага, вот, можем. Нам нужно будет потом пересобрать. 144, а это 212. Ну, блин, дороговато. Пехота с топорами. Не, ну, кулаки императрицы, вернее, царицы, это прям жёсткая армия. Так, здесь что? О, мне не нравится, что вот он скоро придёт к этому городу. Вообще это не нравится. Вот вообще. Понимаешь? Мне это вообще не нравится. За один ход я дойду, что ли? Ну, мы же захватить не сможем, верно? К оружию. Ну. Мы не сможем захватить. Смеси их. Но это важно сейчас, знаешь, по какой причине сюда первым прийти? Иначе гунду придёт сюда. Вообще мне не нравится, что гунду тут так активно захватывает территорию, бежит. Хотя он что-то сам гунсаньзани победить не мог особо. Вот это меня вообще прикольнуло. Так, делаем вот это обязательно. И получается заканчиваем ход. Но перед тем, как мы закончим ход, давай всё-таки реально займёмся, тише, займёмся всё же реально армией. Кулаки царицы. Вот. Нанимаем. 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 К чёрту все эти бесполезные отряды. Наймём нормальные отряды. Дальше. Вот вас. Заменить надо. На каких-нибудь лучников. Вот, например, на вас. В смысле, конницу. И вот, например, на вас. Ну и всё. И у меня здесь генерал с нормальной армией, который будет сидеть, жить, поживать, добра наживать. Сделай шажочек наружу. Оп. И апаемся. Тем временем, тем временем, ты тоже можешь, оп, и добычку разделять, разделять. Ну и здесь, получается, ход заканчиваем. И смотрим, что сделает Гунду. Тут на нас нападёт сейчас кто-то по Любасу, да? Сейчас Гун Саньцзань придёт наверх туда. Вот по Любасу. Ну точно, блин. Но их больше. Но у них войск... Ой, войск у них тут просто... Давай отступим, пожалуй. Советую отступить. Блин, я знаешь, что боюсь? Сейчас Гунду захватит этот город. Вот в чём проблема, понимаешь? Гунду захватит этот город. Вот моя главная проблема и главное переживание. Гунду просто отобьёт. Ой, тут армия. Нет, слушай, давай как обычнемся. Гунду проиграет здесь. Ну тогда нам нет смысла спешить. Гунду здесь проиграет, потому что здесь вот есть вот эта вот армия, которая стримглав мчится меня тут убивать. Это хорошо. Это хорошо, потому что мы... Сейчас как начнём, как начнём. Шатать налево и направо всех. Как раз. Пускай тогда. Тогда пускай. Тогда пропускаем вперёд Гунду. Он тут что-то повоюет, тут помрёт. А мы победим того, кто останется, короче. План предельно прост. План предельно прост. Смотрим, куда идёт Гунду. Гунду идёт воевать. Отлично. Гунду стягивает. Да вы затрахали. Откуда вы появляетесь? Смотри. Смотри, у меня опять... Опять мародёры. Откуда? Что это за прикольчики? Что это за бред? Ночные набеги. Тай-ши-ци. Ну, начинается. Мародёр объявляет войну Джен-зян. В развитии фракции лулинские избранники. Долг. Чувство долга для вашего военачальника важнее самой жизни. Стремление к достижению наших целей поддерживает его существование в большей степени, чем биение сердца. Его преданность непреклонна, и каждое его действие подчинено идее верности нашим идеалам. Так, нефритовый петух. Ну, ты, конечно, петух. Так, подожди. В итоге предлагаю немножечко отступить. Предлагаю немножечко похиляться. Предлагаю немножечко перестать хиляться. Предлагаю пойти вот сюда. И тут, чёрт подери, две армии теперь. Да вы чё, офигеть. Откуда вас только... И вы всегда... И всегда, всегда седьмого левела генерал. Да, ребят, это ни разу не смешно. Это что за респ-точка такая этих мародёров? Жесть. Просто жесть, ребят. Это... Это забей, я так не играю. Ну, серьёзно, смотри. А как тогда тут играть-то, ребят? Чё это меня тут гасят, то и дело какие-то вонючие мародёры? Ну-ка подожди-ка. Да тихо. Уииии! Можно нанять. Можно нанять вот этого челика. Ему армию немножечко подсобрать. А то что-то я уже начинаю переживать, хватит ли мне сил тут отбиться. Так, во-первых, снаряжаем тебя. Боевой топор или дзи. Топор боевой. Брони нету, сори. Авторитетно такое, хитростьно такое. Это ты не можешь поменять. Окей. Теперь армию тебе нужно сменить явно. Явно сменить на кулаки кого-то там. Так, у меня какая-нибудь армия раздаёт? Да. Блин. Это значит, что мне не хватит потом денег на содержание этой армии. Ну что поделать. Идёшь сюда. Ну вот это просто не смешно, то что здесь происходит. Понимаете? Это две стрелочки или это одна стрелочка? По ощущениям две. Окей. Ты! Куда идёшь, где идёшь, зачем и почему? Давай этого дунжо добивать уже в конце концов. Ты у нас тоже тут хиляешься, я так понимаю, да? Товарищ гунду грабит. Отлично. Тут вот армия бежит, мчится. Надеюсь, не на нас. Ну и получается всё. Всё, давай изучать технологии какие-то новые. Урон от обстрела. Добыча при набегах на территории врага. Урон от обстрела. Доступны для найма конник и налётчики. Урон в ближнем бою для ударной конницы. Стоимость найма ударной конницы. Пеших копейщиков. Доход от разбоя. Конники на лётчики. Доход от разбоя. Счастье бесстрашных бойцов. Доход от разбоя. Торговое влияние. Стоимость найма ударной конницы. Добыча. Доход от разбоя. Шанс блокировать урон от обстрела для конницы ближнего боя. Счастье командиров. Урон в ближнем бою для пехоты ближнего боя. Вот это вот мы качаем. Потому что у меня кулаки царицы. Это пехота ближнего боя. Дальше мы получается заканчиваем ход. Но может быть и не заканчиваем. Блин. Вот как поступить. Мы можем сейчас как бы вот подождать. У меня войска похилиться. А можем напасть. Но. Но не знаю победим ли. Первого победа предлагается игрой. Вы знаете я передам. Я не буду сам это мутить. Там войска не фуловые. Лучше сейчас тогда похиляться. В смысле убить одного. Блин ну. Что умер генерал прям? Или просто ранен. Я надеюсь он не умер. Потому что он надсмотрщик моей области одной. Юйдай. Ну это прикол. Смотри. Генерала седьмого левела. Это что за бред? Что с генералом стало? Дурное известие. Ваш полководец ранен. Пожалуйста и дать им возможность отдохнуть. Хорошо. Хорошо что он просто ранен. От корней земли до неба. Сгибайте. Но не ломайтесь. Выступаем. Так восстанавливаем получается нашу армию. Так что ли? С одной армией разобрались. Что там за командир такой? Седьмого левела. Это пипец ребят. Эти командиры. Это жесть какая-то. Ну у него есть рев зверя. Да. И скоро будет пламя феникса. Ну это какой-то прикол. Это какой-то реально прикол. Тупо. Что мне с ними делать-то? Как они появляются? И почему? Как сделать, чтобы они не появлялись? Ну типа до этого они появлялись по одной армии. А сейчас сразу две появилось. Это же вообще ни разу не смешно. Вы же понимаете, насколько это проблематично? Что у меня просто в сердце страны респится какая-то фигня. Не спойми с чего. Так, увей. Можем получается апнуть тебя. Хотим ли мы это сделать? Сейчас грабанут меня и будем знать, да? Так, Динчен можем апнуть. Вот так. Шафан. Плюс шесть. Здесь подавляется восстание. Отлично. Тут мы получается можем достроить. И это будет все, да? И это будет последнее здание из возможных. Давай вот так сделаем. Да и все. Все, ребят. Этот город максимально прокачан. Я скажу вам. Общественный порядок тут высоковатый. Давай-ка черный рынок сделаем. Один. Было плюс шесть. Можно даже черный рынок два сделать, но чуть попозже. В итоге все, я так понимаю, да? Все хорошо. Все хорошо. Наблюдаем за тем, что происходит вот здесь. Ход заканчиваем. Гунду, скорее всего, сейчас нападет на Гунсаньцзане и умрет. Что будет для нас идеально. Потому что у Гунсаньцзане здесь идет подкрепление. Мы за это время похиляемся. И дальше будем жить, поживать, добра наживать. Да, вот они победили Гунду. Ну или Гунду их победил. Тут еще надо разобраться, конечно. Ну а мы, соответственно, сейчас нападем со спины и просто убьем с помощью Гунду их и город. Изи. Но единственное, что Гунду захватит порт тогда. Блин, ну порт нужен мне самому. А что если предложить Гунду как-то завести мирные переговоры с Гунсаньцзанем? Мне вот интересно. Просто было бы неплохо, чтобы Гунду помирился. Я уже Гунсаньцзане и сам убью, если честно. Если быть совсем уж откровенным, я его и сам убью. За два хода я это сделаю. А Гунду отсюда вообще сваливает, слушай. Он что-то, видимо, проиграл там, я так понимаю. Тут одна армия. А тут никого вроде бы нет, да? Блин, ну тогда непонятно. Что я тут хочу, что не хочу. Так, бежим сюда. Там все окей. Куда Гунду-то в итоге? Он отступает? Может быть тогда мне напасть? Ну у меня войска плюс-минус похилялись. Генералы фуловые. Тут генералы слабые. Я предлагаю напасть. Оп, от смена. Ага, блин. Вот это я вот не проследил. Вот это я сейчас косякнул. Ладно, надеюсь, это не фатально будет для нас. Что тут? Ну, мы хиляемся. Вот что тут. Мы хиляемся и надеемся, что моя армия тут выживет вообще. Ну все тогда получается. Смотрим вот здесь. Здесь я небольшой косяк сделал. Я не думал, что к нему еще подкрепление идет. И он сейчас на меня нападет. Мне придется отступать. Иначе никак. Потому что можно потерять армию. Что по времени? По времени 30 минуточек. Так, товарищ царства Янь. Давай это. Отсе два. Блин. Если я сейчас отступлю, то отступлю к порту, да. И на меня нападут еще с большим количеством людей. Блин, ребятки. Придется воевать. Да, вот это я сейчас влип конкретно, так я бы сказал. Тяжелое поражение. Нет, уж давай-ка мы превратим это в победку. Но это мой косяк. Это мой косяк, что я решил вот так вот сделать. Откуда подкрепление придет и насколько сильное там подкрепление. Потому что тут-то вон тяжелая пехота есть. И есть вон четырехуровневая имперская гвардия. Короче говоря, у нас проблемки. У него войска-то более жесткие, чем у меня. У меня не высокоуровневая, у него нет. Короче, тут прям все. Ой, подкрепление у него в таком месте. Экстравагантное, что просто мамма миа. Так, ну делаем тогда вот так. 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 Единичку прячем. Тройку расставляем. Двойку вот сюда расставляем. Это идет сюда. Ну и они пошли объединяться. Прикинь, крыски. Ладно, идем тогда вот так. Идем вот так. Четвертый лево. Кто-нибудь вообще поединок хочет? Ну я так чисто спросить. Не желает слишком далеко. Слишком далеко. Жуй, сюань. Шестого левела. Чувачок так-то. Так, ясно. Тогда мы будем делать по-хитрому. Отравим. Сильных генералов травим. Слабых не травим. Ты заюзала перк или нет? Вы че меня провоцируете? Я же вас ушатаю ведь. Почувствуйте мощь земли. Блин, и слиняли. Крыски. Вот так ни разу не смешно. Разворачиваемся. Вот тут вот нефритовые драконы. Вот в чем проблема. Блин, ребят, мы тут проигрываем и жестко проигрываем. Вот я конкретно такой косяк замутил сейчас себе. В итоге я поторопившись, да, сейчас отдам армию. Я не представляю, как мы тут выиграем реально. Но меня одолели. Ну типа меня окружили со всех сторон. Бред. Какой отряд-то удирает? Ну я замутил какую-то дичь, ребят. Мы тут сейчас проиграем. Нет. Надо рестартать. Это жесть. Жесть. Зачем я сюда пошел воевать? Вообще реально. Они же мне казнят моих самых лучших генералов. Блин, ну это было фатальным косяком. И у него вот понимаете, армия-то слабая, но вот парочку отрядов не дают убить эту армию. Они воодушевляют войска и армия у него не бежит. Блин, ну косяк получается. Зря я сюда полез. Ох уж этот гунду, блин. Поторопил меня. Я не фуловый, во-первых. Не, ну давай. Ну давай делать как-то что-то вот так. Вот так. Вот так. Давай пока поконтролим вот этими конными войсками. Блин, десятиуровневая тяжелая конница имперская. Ну вот это вот вообще ни разу не хорошие новости, я тебе скажу. Понимаешь? Вот это вообще ни разу не хорошие новости. И они еще и объединяются там. Они объединяются в лесу. Нам нужно лес поджечь, и у них дух упадет. Давай, 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 давай. Поджигать будем. Нужно вот эти вот войска поджечь быстрее, пока они по лесу идут. Лес-то горит. Наши люди обнаружены. Угу. Наши люди обнаружены, это точно. Ну быстрее идите сюда, пожалуйста. Ну быстрее идите сюда, пожалуйста. Так, один отрядик заколупали. Полностью. Блин, тут мы немножечко не успеваем. Нужно полностью обращать в бегство, пока есть такая возможность, пока пешие войска не подошли. Печально слышать из твоих уст эти гнусные речи. Уходим. Блин, имперская конница обходит с фланга. Ребят, ну это фатально. Блин, и мы сражаемся не под катапультами. И конница у него столько, что пипец. Нет, надо кардинально поменять стратегию. Я, честно говоря, думаю, что мы здесь не вытянем вообще никак. И я реально совершил сейчас очень фатальную ошибку. Мне же могут убить моих генералов-то. Тупо убить, понимаете? И это будет вообще ни разу не смешно тогда. Блин. Как так? Вот как так, ребят? Ну что за непруха-то такая. Пошел, называется. Блин, увидев гунду, да, гунду там проиграл, походу, и сбежал. Так, значит, четверку сюда ставим, тройку сюда ставим, двойку мы можем двоечку поставить аж вот сюда. Да, это интересненько. Нужно поджечь лес, в котором они бегут. У них будет дизмораль из-за подожженного леса. Да, здравствуйте. Люди обнаружены. Такое случается иногда. Блин, а они назад развернулись из-за этого. Кек. Ладно, пускай гоняет панцирную конницу, видимо. Ну что это нам даст? Ну они тут вон бегают, боевой дух теряют. Урон какой-то теряют, да? Плюс 5 усталость, урон. Ну они крови пью панцирную конницу, урон, а в одного д-ами. Три-ами. Третьи между ними ходят, д wages. У Hetoen. П Missourbs. Три- Discườ Thовать about ať, boosts your wife's love. Ну они там пробежались и получили наверняка какой-то уровень своё. Ну они там пробежались и получили наверняка какой-то уровень. в принципе да вон они там что-то горят лес тоже горит и они соответственно получают от этого урон так что это нам в любом случае на руку но просто мы могли еще лучше как-то это сделать но оно как-то не получается вот я бы сказал вот здесь можно попробовать выманить конницу мы их тут разделили частично частично разделили сейчас ворвемся вот сюда да и будем жить поживать добра наживать жалко нет генерала который юзает перк чтобы минус 30 боевого духа ну или сколько там минус 18 ну-ка она успеет кинуть как это вообще выглядит кинула такая кинжальчик отступаем это сюда уже стягивается слишком много войск там нормально так покоцались нормально так покоцались войска нормально так покоцались войска но у него конницы просто пипец ребятки нам нужно выманивать их под катапульты единственный наш шанс конница тут сама разберется я так понимаю так генерал отсоединился давай убиваем генерала плевать на конницу убейте генерала пожалуйста сейчас куда важнее блин тяжелая конница нефритовые драконы пришли не очень хорошо я бы сказал нужно генералов убивать потихоньку по-моему мы минус 0 одного из генералов это хорошо если тебе нужна передышка только скажи блин один отряд где-то там слинял в процессе ну вы можете уйти отсюда боже капец у меня тут вся армия сейчас убежит поддерживай боевой дух женщина ты же авторитетный командир давай кто-то я но минус генерал блин ну вот тяжелая конница императорская она капец как ситуацию меняет в корне просто да уж их тут слишком много это верное слово блин так тут еще и ультра какие-то копейщики с ультра режимами какими-то боже ж ты мой генерал убейте большего не прошу предположим нефритовых драконов надо отжать и генерала вот этого а генерал вообще ни разу не простой седьмого левела опа чпункнулась блин тут меня победили но вот как то вот так я думаю пора признавать свое поражение но мы проиграем здесь ребят не здесь без без шансов у него слишком войска хорошие а у меня слишком такие простенькие а царица моя непреклонна она не убежит давай короче потянем время пусть мои войска сбегут полностью реально хотя может быть закончим признать поражение подтвердить завершить блин нет ребят тут без шанса незначительное поражение что быть с генералами хоть бы генералов не убили но тут правда у него императорская гвардия ее вообще нереально убивать а у меня одна конница мне тут явно без моих воинов ученых не справиться то есть мне нужно сюда вторую армию все-таки перетащить короче говоря мы можем максимум отбиваться но не нападать пока что пускай гунду сам тут воюют с ними всеми потому что это перебор все сбежали наши генералы да да все генералы сбежали все живы хорошо сюда срочно созываем обратно нашу армию у него пришли какие-то ультра лютые генералы но я ему парочку убил интересно это как-то засчиталось или я просто их типа ранил и не более того сейчас будем разбираться по времени по времени надо закончить серию слушай дорогой мой друг по времени надо закончить серии может быть мы таки сделаем может быть и нет кто его знает этого стримера так товарищ гунду грабит там в гунду сейчас они будут воевать это хорошо больше мы так не будем делать ребят больше мы не будем спешить захватывать город потому что это явно фаталити ну ты конечно вообще такой вонючка ну давай начнем чем конница много тяжелая пехота вот есть это проблемой будет я думаю блин еще эти мародеры чертовы что-то вообще ни разу все нелегко блин ребят что началось то буквально вот пару ходов назад было все так хорошо и что пошло-поехало мародеры появляются пачками гунг саньдзань что-то появляется каким-то несусветными армиями так где дополнение смысле подкрепления оп 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 все ждем подкрепление прибыло наше подкрепление угу так пехота с мечами капитан кахятинцев дзянь они воодушевляют войска это отлично это просто зашибенно у вас к сожалению конечно же никаких подожженных стрел нету и вот этого всего нету армия там как ни странно не самая большая тут кулаки царица что умеют они давай заодно проверим насколько они хороши крушители щитов пугающий вид устойчиво к усталости партизанская тактика у них иммунитет к испугу не воспринчив к эффекту испуга а вот у этого челика это испуг непонятно непонятно испуг это или не испуг ну и ладно да их там немало вообще немало будем залетать вот так это будем делать вот так вот так и это пора уже поджигать наверное даже чуть-чуть ускорим да вам нужно подойти пешком ну ничего себе так обычный режим пожалуйста конница сюда это вот сюда это вот сюда это вот сюда блин насколько ты лютый левел у тебя шестой а у меня седьмой ну давай попробуем блин быстрее идем я надеюсь ты сможешь победить чувак потому что я тебе дал крутое оружие давай там тащи выигрывай вот это вот все мое генерал выиграл это самое главное пока что самое главное что нужно нам знать на лошадь сел быстро не понял лошадь быстро на лошадь сел погнали быстро просто конницей влетаем здесь развлекайтесь как хотите мне плевать единичка должна ворваться ты должен заюзать рев зверя или что там это такое генерала шлепнули на старте и он кстати сбежал да мы его не убили не самый лучший исход я бы сказал так делаем вот так слушайте что-то я не могу понять что там у соседей за кипиш такой дай-ка мы шумодав получше включим продолжаем продолжаем ждите сигнала приготовиться атакуем к бою готовьтесь огонь по целям смотрите неприятель показал силу так убиваем вам в принципе можно тоже перки уже юзить подожди а я все заюзал да ну и какие то окей тогда окей здесь полностью бежит отряд или так полностью значит мы разворачиваемся вот сюда получается мы с мародерами разберемся окей минус одна хотя бы проблема хотя бы минус проблема в тылу это уже в разы лучше а то до этого было прям совсем печально у нас и в тылу проблемы и во лбу мы проигрываем вот и с нашей царицей у нас прям печалька я бы сказал печалька конечно покажите свой гнев в бою соберитесь духом так давай ка убьем побольше их на всякий случай мало ли вернулся так разбежались наверное вот их теперь убиваем как все победа что ли ну и окей тогда ну и почту ну слушайте объявляем победу короче я чё понял кулаки царицы однозначно нанимаем однозначно нанимаем их больших количествах это отличные войска которые являют ударной пехотой с неплохими перками и под какого-нибудь одного красненького командира с ревом зверя который всех в бегство обращает это идеальный выбор он получается с умер или просто сбежал просто сбежал окей сейчас мы тебя добьем значит подожди 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 не переживай сейчас мы тебя добьем и на этом серию закончим на этом серии закончим начнем новую уже следующий раз царство у царство всем коням конь дали коня нам ребятки за конь ну так рыжий жеребец чисто чисто рыженький такой рыжий жеребчонок давай вот рыжего жеребца тогда тебе и отдадим убей пожалуйста а чё у меня нехватка а добычи нет да так тяжелые победы передать полномочия плевать нам какая победа лишь бы это была победа вот в чем прикол как бы потому что это минус мародеры отлично тебя да я догадаюсь можно нанять а тебя нельзя нанять тебя нельзя нанять ну тогда казнить тебя придется требуем выкуп подзаработали немножко деньжат фракции уничтожили мародеры короче садимся вот здесь и не рыпаемся по предметам ничего особо больше нет старые шрамы блин вот тебе только не хватало старых шрамов ну а хотя погоди это боевой дух при нападении так это отлично тогда дальше смотри короче что мы с тобой делаем там гунду развлекает их а раз гунду их развлекает мы с тобой сделаем не туда я нажал кнопочку что это такое это андин то есть андин вот это вот сюда соответственно нанимаем наших генералов вот джинь зян однозначно нанимаем это раз дальше тебе в помощь нанимаем кого-нибудь другого это два и тебе же в помощь нанимаем инь бауни давай наверное да а кого еще то давай ее нет денег уже нанять ее да что это у меня в минус деньги то ушли подожди а что так жестко в минус я ухожу почему что я не понял слушай юйдай давай мы тебя изгоним а до свидания так есть еще как кто нибудь не родственник низкого левела вот ты не родственник и низкого левела я тебя бы кокнул но четвертый левел он бесполезный этот товарищ че 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 ну да ладно деньги кстати появились чтобы нанять госпожу как то там ее зовут инь баунин нанимаем ее 300 монеток это печально мы выходим раздаем добычу кто то апнулся апнулся управляющий увей да блин вы затрахали че вам всем все не нравится пугающий вид качаю тебе я сторонник есть какой нибудь с счастьем но желает более высокой должности ну что я тебе должен сделать блин ну куда выше на тебе начальник архивов денег нет они с меня гребут короче должности храмоту кстати он получил ну не ладно пофигу не буду пока ничего отдавать денег реально нет чен и полководец тоже недоволен ну блин ну где я вам возьму должности ну нету должностей у меня ну алё и так тебе командира стражи дал блин блин ну ребят ну это что-то вообще нехорошо мне не нравится мне не нравится в увее можно что-то апнуть апаем что-то в увее в шафане можно что-то апнуть нельзя здесь нельзя здесь нельзя да на этом мы закончим небольшая какая-то передряга у нас тут случилось немножечко нужно перевести дух и кстати и кстати слушайте давай вот это будет вишенкой на торте в сегодняшней серии маленькая такая вишенка на торте в виде прохода героическое поражение с чего бы из-за того что там много лучников так мы люди не гордые требуем сдаться и продолжаем осаду вот теперь на этом закончим все теперь на этом мы закончим проходик от воюем это кстати чей проходик это проходик царство у вот это нифига себе и здесь тоже царство у а это юаньси царство у тут немножечко село ну ладно 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 в общем надо перевести дух ссылка на плейлист прохождением этой игры конечно же будет в описании под видео ставьте ваши лайки пишите свои комментарии подписывайтесь на мой канал на группу кассовщита батлнайтсер дискорд оформляйте спонсорку чекайте мой инстаграм и ждите новых серий про нашу прекрасную царицу разбойников пока пока